Массовая анимация Мы можем точно понимать, где начинаются современные идеи и чем они будут продолжаться Образы мультяшных принцесс как индикатор социальных процессов Одна из тем, которую поднимает в своих выступлениях Тим Ильясов Выпускник в ГИКО, наставник известного телевизионного шоу о дизайне одежды Называет себя исследователем моды в сфере его интересов и истории, и современности, и люди, и предметы, и явления Мое поле – это соединение прошлого и настоящего Это общекультурное явление моды, а не исключительно бытовое явление моды Почему мы одеваемся так и не начали? Когда мы начали одеваться так? Почему вы сейчас, соединяя эти кроссовки с прямой юбкой-карандашей, не боитесь леопардового принта? Почему так? Ведь это все имеет свои исторические предпосылки То, о чем я занимаюсь, то, о чем я увлекаюсь, то, о чем я рассказываю Мы ушли из мира, в котором есть категории Это модно, а это не модно Это правильно, а это неправильно Еще 15 лет назад мы могли сказать Носи юбку с туфлями-лодочками и классическое пальто Теперь это не так Мы можем носить узкую юбку-карандаш с кедами Мы можем носить классическое пальто с худи или со спортивной курткой И это нормально Но, тем не менее, категория пошлости и вульгарности остается Где она? Она в избыточной серьезности Когда ты занавешиваешься бриллиантами И у тебя здесь меха, и здесь у тебя лабутен И здесь у тебя прада, и здесь у тебя гуччи И здесь ты вся женщина на показ, женщина-ценник Вот тогда ты вульгарна Умение играть, умение быть ироничным Умение соединять несоединимое Вот в чем вкус Дело в том, что поколение Z Центральное поколение, которое формирует современную моду Отказывается от сексуальности, как от доминирующей линии Еще 15-20 лет назад мода, продажи, пиар, маркетинг Все плясало вокруг сексуальности А поколение Z, эти молодые люди, рожденные в нулевых Куда меньше интересуются сексуальной стороной жизни Для них у них куда важнее самореализация А теперь представьте себе Что если из моды уходит сексуальность Как центральное звено, которое ее всегда двигало То уходят и те приоритеты, и те образы, которые она несла А значит в моду приходят люди Которые вне контекста острой сексуальности Это подростки То есть совсем молодые люди, которые до этой острой сексуальности Еще не доросли И это пожилые люди Последние пятилетия мода перестала табуировать возраст И если последнее столетие мода Это картинки про 20-летних белых англосаксонских женщин То теперь мода это и про 14-летних И про 30-летних И про 45-летних И про 85-летних И мы видим на обложке итальянского Vogue или Porto Magazine пожилую модель Лорен Хаттон И мы видим роскошную Кармен де Лерифича, которая демонстрирует моду на подиуме И даже в России Валентина Ясень, которая 65 лет, становится моделью года по версии гламур Возраст перестал быть границей Мода, стиль, уровень жизни, радость от жизни Они доступны всем, не только если тебе 20 Не страшно быть 35-летней Не страшно быть 50-летней Потому что возраст это не про уровень жизни Это не про красоту Это про количество лет и не более Гендерная амбивалентность и размытие гендера как такового Это важнейшая мировая тенденция Я прекрасно понимаю, что в регионах России жива и будет жить патриархальная модель Где девочка носи платье, мальчик носи строгую одежду и будь суровым Но мир меняется И действительно он меняется не сразу, он меняется не везде Размытые гендерные стереотипы это новая мировая норма Почему пафос, почему невероятно звонкий, блестящий и яркий гламур Это уже не то, что актуально Почему вместо этого приходит новая искренность и ирония по отношению к себе Там, где есть первые лица, там, где есть протокол и высший уровень дипломатии Даже туда приходит эта важнейшая история про новую искренность И когда мы видим главу Еврокомиссии Жан-Клуда Юнкера Который запросто похлопывает кого-то по плечу Который строит мордочку и кривляется перед фотокамерой И мы видим не бронзовую статую А мы видим человека Человека очень компетентного, очень уважаемого Человека наделенного властью Но при всем при этом, при всех его компетенциях, при его статусе, который ничто не отменяет Он остается человек Сейчас, если ты хочешь быть успешным Если ты хочешь быть кем-то Ты должен быть в контексте культуры Современный статус и вопросы статуса Это не ношение дорогих бериулик и цацок Современный статус это знание Где и когда выступает Курензис Какие премьеры выпустил режиссер Богомолов И что идет в мировых театрах Какие выставки идут на мировых площадках Что сейчас в Метрополитен, что сейчас в Вене, а что сейчас в Париже Вот что такое статус сейчас Важно отслеживать новинки в кино Не про Блокбастер идет речь Речь идет про важные интеллектуальные вершины в кинематографе Они могут быть более массовыми, они будут менее массовыми Неважно Отслеживать движение культуры Отслеживать главные лица в культуре Открываться культуре Открываться миру Ходить, смотреть, исследовать. Если говорить про медиатренды и про тренды визуальной культуры, то это бесконечная цитатность. Мы живем в эпоху метамодернизма или постпостмодернизма. И это вызывающая цитатность. То есть, если ты хочешь быть модным, актуальным, то ты должен держать в голове кучу образов и соединить. Тут у меня 70-е, тут у меня 60-е, тут я немножко Катрин Денёв, тут я немножко Бриджит Бардо, тут я кусочком возьму на образ Марлен Дитрих и добавлю во все это современности. Цитатность, умение комбинировать разные источники из искусства, из истории, из кинематографа, выделяют человека с хорошим вкусом от человека с плохим. Хороший вкус – это не дорогие бренды. Хороший вкус – это не умение сочетать бежевую блузочку с розовой юбочкой и не картье на вашей шее. Хороший вкус – это умение сказать, я делаю такие губы, потому что я обожаю образ Марлен Дитрих в кинематографе. Или я выбрала такой жакет, потому что я вдохновилась Ивам Сен-Лораном в 60-х. Или сказать, я не просто люблю Селин, а я люблю Селин Фиби Фило. Или я люблю Селин Эдис Слимона. Почему нет? Вот в чем вкус. Если вдруг вы решили пообщаться со стилистом, хотя я всегда говорю, что собственный стиль можно сделать без стилиста, но, допустим, лень заниматься самой, хочется пообщаться со стилистом. Первое, что страшно, стилист начинает устраивать перед вами пляски. Танец семьи покрывал, он начинает развешивать тряпочки и говорить, вы женщина холодное лето, у вас психотип харизматик. Это не работает, нет. Второе, если стилист начинает вас решительно критиковать, да вы что, это вульгарно. Вот если вы слышите фразу, мне кажется, что вам идут красные юбки, забыли. Потому что логика не в этом. И если вам нужна красная юбка для какой-то цели, то вы говорите, ну, наверное, я буду ходить вот в этой красной юбке в театр и зачитать ее вот такими, такими, такими-то вещами. Самое страшное, что может быть стилистом. Это тренд, все так ходят. Никому не важно, кто и как ходит. Потому что есть вы, ваши цели, ваши задачи, ваши приоритеты. На земле живет 7,5 миллиардов людей. И это 7,5 миллиардов разных людей. Один из важнейших мировых трендов, который будет развиваться и будет наиболее важным все следующее десятилетие, это тренд diversity, тренд разнообразия. И в этом смысле однообразные лица с губами уткой – это не модно, это некрасиво, это неприемлемо в новом мире. В будущем важно научиться быть собой. Ты можешь себя приукрасить, ты можешь себя слегка омолодить. Да, может быть, где-то натянуть, да, может быть, где-то добавить. Но это не должно уничтожать тебя. Потому что самое главное, что есть у тебя – это ты. Твоя индивидуальность, твоя личность, твои маленькие уникальные черты, пусть даже они далеки от каких-то условных эталонов. И вот эта разность и есть сила. И умение быть собой, со своим носом, со своими глазами, со своими объемами – вот что важно для моды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!